Аллахи рахмана, 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 салату, салату, ассалату, ассалату а'алли, 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 а'алли. Во-первых, хотелось бы, Шейх Моханн, я лично поздравлю лично вашу школу, всех наших братьев, сестёр, всех мусульман Москвы, России, всего мира с этим благословенным месяцем. Шахру Рамадан. Рамадан. Месяц, Субханаллах, мне кажется, каждый из нас чувствует такое, что как будто вчера мы только проводили этот Рамадан, и уже он наступил. Поэтому один из признаков судного дня, то, что время будет быстро пролетать, года будут быстро пролетать, день быстро пролетает, время быстро пролетает, недели быстро пролетают, месяц, и так жизнь тоже человека, она быстро пролетает. Поэтому каждый из нас задаётся вопросом, как же, потому что Аллах Субханаллах в Коране сказал, айянна ма'ду, да, потому что месяц Рамадан это считано количество дней, то есть имеется в виду или 29 дней, или 30. В лунном календаре не бывает больше 30 дней и не бывает меньше 29 дней, каждый год, иногда 29, иногда 30, это считано количество. Но каждый из нас задаётся вопросом, как максимально с пользой Рамадан. Также часто задаётся вопрос, например, когда люди едут в поломочных, в хадж, как максимально с пользой провести хадж, как максимально с пользой совершить умру, как максимально с пользой сделать то или иное благодеяние. Поэтому самый главный, ключевой ответ на все эти вопросы, это худуруль-кальб, это то, чтобы сердце наше было открыто и присутствовало во время этого поклонения. Во время любого поклонения. Потому что первое, так скажем, шарф, первое условие для того, чтобы Всевышний Аллах принял наше деяние, это аль-ихляс, это искренность. И второе условие, это мутаби'ат и суннат и наби'ю, салла-аллаху алейхима ва салям, следование сунни пророка Мухаммада, салла-аллаху алейхима ва салям. То есть, если человек будет покидеться или делать какое-то деяние неискренно ради Аллаха, то оно не примется Всевышним Аллахом, саллаху алейхима ва салям. Как сказали в хадисе, в известном хадисе, который вы все знаете, «Иннама ла'амалу бин'ият, ва иннама ликул имри иммана ва» Каждое дело записывается человеку по намерению, и то он получит то, на что он намеревался. Также, если человек будет совершать то или иное действие, не по сунни пророка Мухаммада, не соответственно сунни посланника Аллаха, салла-аллаху алейхима, то оно тоже будет неправильно. Поэтому эти две основные вещи, которые мы должны обратить внимание, на что обратить внимание. Именно аль-ихлаз, то есть именно истрия перед Аллахом, субхану алейхима ва салям, это великое дело. Это то, на что смотрит Аллах, субхану алейхима ва салям, сказал Поистине Всевышнего Аллах не смотрит на ваш внешний облик. И Аллах не смотрит на ваше имущество. Аллах смотрит на ваше имущество и на ваши дела, сказал Аллах Мухаммад. Но однако из тех действий, которые мы можем совершить, бывает такое, что на сегодняшний день, даже когда в интернете много информации, бывает, каждый из нас приходит какие-то на WhatsApp, на Telegram, много очень недостоверной информации. Бывает человек, что он разбегается, не знает, за что взяться. Вроде этого хочет, такое благодеяние хочет сделать, и это хочет сделать, и то хочет сделать. Это соответствует ли Сунии пророку Мухаммаду или противоречит. То есть бывает, что человеку кажется, что это хорошее, но это не соответствует нашей религии и так далее. Я бы хотел самому себе и всем нам посоветовать пять вещей, на что нужно обратить внимание в этот благословенный месяц. Первое. Мы должны знать, что шахру Рамадан, месяц Рамадана, почему он называется Рамадан? Рамадан – это слово «рамба», «жара». То есть имеется, большинство мнений ученых, есть там мнение, что он сжигает, как огонь сжигает грехи. Но более достоверное мнение, что самый первый месяц, который именно, так скажем, в арабском календаре назвали по имени, это был месяц Рамадан, и он совпал первым Рамаданом, во времена Пасана, саллаху алейсалям, совпал именно в сильную жару. Ну, срочно и бывает, когда мы зимой сейчас постимся, весной постимся, не всегда жарко. Но именно из-за этого, то, что первый месяц, когда именно назвали его Рамаданом, он совпал в то время, когда на Ураильском полуострове было очень жарко. Этот месяц, в котором Аллах не спасал Кур'ан. Поэтому, помимо того, что это месяц поста, мы должны с вами знать, что месяц Рамадан и месяц Кур'ан. Мы больше времени должны уделить Кур'ан. Аллах, субхану а та Аля, говорит в Кур'ане, Аллах создает все, что пожелает и выбирает. То есть, Аллах, субхану, выбирает. То есть, один месяц лучше, чем другой месяц. Одну местность сделала лучше, чем другой местность. Один день сделала лучше, чем другой день. Одну ночь сделала лучше, чем другую ночь. День Араса лучше, чем все остальные дни. Одного ангела Аллах Суханна сделал лучше, чем другого, как ангела Джибраиля. Одного посланника лучше, чем другого и так далее. Поэтому, например, в пятничный день мы даем наставление, что лучше делать в пятничный день. Побольше говорить салават пророку Мухаммаду в пятницу. Почему? Потому что пророк Мухаммаду сказал Самый лучший для вас в день это пятничный день. В этот день больше произносите салават за меня. Но касается месяца Рамадана, Аллах Суханна рассказал Аллах не спослал Кур'ан. С развается вопрос, есть ли Аллах не спослал Кур'ан месяц Рамадан или начало не спослания Кур'ана было в месяц Рамадан? Нету разногласий среди ученых, что начало не спослания Кур'ана началось именно в Рамадане. Также есть мнение, сильное мнение, что Аллах Суханна не спослал Бейтал-Уиззов полностью списандун'ヤ на первое небо. И уже потом на протяжении 23 лет То есть, а я за аятом не спасал на сердце посланника Аллах саллаху алейху ассалям, хасибу куруф, то есть, какие бы указала аята, была причина неспосылания и так далее. Но именно, как бы, начало неспосылания, это уже нет разногласий, то, что было в месяце Рамадан. Аллах, Субхан Алия, сказал в Коране, мы не спасали его в благодатную ночь, мы не спасали его в ночь предопределения. Так как, Куран началось сегодня с посылания в месяц Рамадан, то мы много должны уделить внимание Курану чтение не просто перегонки, а маа тадаббур, с размышлением. Ведь основное то, что есть в Куране, это размышлять над Кураном. Аллах, Субхан Алия, сказал, афалая тадаббару на Куран, ам аля кулубин акфалюха, неужто люди не размышляют над Кураном или на их сердцах замки. Аллах указал, то, что размышление над Кураном не разумом, а именно сердцем. В месяц Рамадан Джибраил А.С. приходил посланнику Аллаху А.С. Его обучал Куран Посланник Аллаху А.С. Джибраил А.С. Обучал в месяц Рамадан И он много читал в Куран Является ли сунно делать хатым Полностью прочитать во весь месяц Куран Сунно является каждый месяц Сунно является не только В месяц Рамадан Но так как этот месяц Тот месяц Курана То мы еще больше должны Уделить внимание чтению Курана Размышлением над Кураном Второе какое действие можно делать Выставили ночь поклонения Травих намаз Рок Мухаммад сказал То кто выставил В месяц Рамадан с иманом С верой и с надеждой То что Аллах простит ему Его прегрешения То есть То есть человек Когда выставит Уважаемый человек Мухаммад Башир Намаз Он просто должен его читать На автомате Но задумался Ихлисад То есть задумался Какая великая награда Ведь Аллах обещал мне За это прощение грехов Я хочу чтобы Аллах простил меня Я хочу чтобы Аллах изменил меня По лучшему Я хочу чтобы Аллах Наставил меня на прямой путь С таким намерением Выставить ночные молитвы Если возможность Приезжать в мечеть Это хорошо Если нет возможности Приезжать в мечеть Можно читать дома Можно читать джамааты Можно читать одному 8 ракатов Или 20 ракатов Как кому пожелать Здесь Выбор есть у человека Как это проводить Как его читать Следующее действие Кроме решить Вместе в рамадан Это побольше давать садака Лучше садака Это хадис Но некоторые ученые говорят Хайру садака Тим садака В рамадан Лучше садака В рамадан Это хадис слабый Но ученые Делают его крепким Другими хадисами Где Пророк Мухаммад Саллаху А.Салям Кана аджуаду наас Ва кана аджуаду Ви рамадан Хейна янгаву дживриль То есть Пророк Мухаммад Саллаху А.Салям был самый щедрый из людей, но более щедрый он был, когда в месяце Рамадана, когда встречался Жибрил вот этот хадис Сахих его укрепляет, тот славный хадис, то есть в этот месяц, alhamdulillah, давать садыкат также в другом хадисе Сахих, барах Мухаммад, мусульм, барах Мухаммад, сказал тот, кто пригласил на Ифтар, сделал Ифтар, ему будет такая же награда, как будто он постился за того человека, кого он пригласил на Ифтар, а тот, кто постился, свою награду не теряет поэтому один день поста на пути Аллаха, на 70 лет отдаляет один день поста от наказания ада следующее, что мы можем сделать, четвертое, это иктикав, иктикав, это побольше находиться в доме Аллаха, в мечети это связать свое сердце, свое тело с домом Аллаха, если взять, например, во время учебы в Саудии последние 10 дней уезжали в Мекку, но многие братья тоже отсюда поедут в этом году, на последние 10 ночей будут жить в доме Аллаха, в мечети не выходят туда, там же кушать, там же, alhamdulillah, полностью проводят время, там же спать но если умам шафия, то человек даже может зайти с намерением на пол, один час то есть, например, ты едешь в Москву и остановился на Аср, посиди в мечети до Магрибы, почитай, как у тебя награды пророк Мухаммад сказал, аль-Маджилу бейту кулли тэки, мечеть это дом каждого богопоя кто зашел в мечеть, он тот, кто пришел в гости к Аллаху и тогда обязательно тот, кого в гостили, щедро отнесется к тому, кто навестил его то есть, когда к нам в гости приходят, мы подъявляем свою щедрость а щедрость Аллаха, она более великая, в отношении к тому, кто пришел в гости к Аллаху и пятое, что можно сделать в этот благословенный месяц, это умра у кого есть возможность, право Мухаммад сказал, я хадид сахаин бухари, который приводится и сахаин, переводится аль-умра фи рамадан, каидилю хаджитин маин, умра, совершенная в месяц рамадан по награде, подобно большому хаджу, совершенной вместе со мной тем самым с него не спадает большой хадж, но награда великая как будто он совершил хадж вместе с пророком Мухаммадом вот эти основные действия, на которые мы, если сделаем акцент много благих дел, когда отправлял Якуб, алей-салям, своих сыновей сказал о сыновьяни, заходите через одну дверь, заходите через разные двери ученые говорят, к Аллаху тоже приближаться можно через разные двери кто-то через садака, кто-то через Кур'ан, кто-то через киян кто-то через благо-нрав, через хорошее отношение к родителям через улыбку, через охляб то есть много пути к Аллаху поэтому мы должны, аль-хамдали, стараться опять же, сердце приблизиться еще больше к Аллаху еще хотел очень важную такую для нас вещь, на это обратить внимание многие, наверное, сейчас боятся вместе в Рамадан, смогу или я продержать или нет, как я буду без еды как я буду без питья, у меня работа и так далее мы должны понимать, уважаемые братья и сестры то, что Аллах пригодил нам поститься вместе в Рамадан ни в коем случае, чтобы усложнить нам а чтобы облегчить нам Аллах, субхану а-та'аля то есть, поэтому, как человек читает аяты вам предписан пост приказано вам поститься человек, думает, что-то тяжело, что-то тяжело но нет, наоборот, это легкое это Аллах, субхану а-та'аля, сделал для того, чтобы очистить наше сердце, очистить наши дела приблизить нас к Аллаху, субхану а-та'аля сделать нас лучше, чтобы наш желудок отдохнул как один человек, не мусульманин однажды сказал, ваша религия красивая ахляк, хилк, адап, все есть, маша Аллах уважение к родителям, но у вас много приказов я говорю, как? вот, смотрите, пять раз день молиться это тяжело там, перед тем, как молиться, надо же взять омовение тоже тяжело, там, проснуться над утром потом устаешь, работаешь два с половиной процента в год выдаешь, отдаешь, как-то тяжело это, там, пост я уже не говорю о хаджи я говорю, а вы знаете, что большинство практикующих мусульман делают больше того, что приказано что два с половиной процента закат, да многие из мусульман, которые плачут закат намного больше, чем на протяжении года дают садахат пост приписан в месяц Рамадан но многие мусульмане постятся в день и в четверг три дня в середине месяца день Ашура, день Арахат и так далее или кто-то пост Давуда день через день или кто-то вообще просто хотел поститься ради Аллаха то есть Аллах им не приказан, но они это делают кто-то, например, один раз приказан на хадж совершить правильно, есть люди, которые двадцать раз были на хаджи потом говорят и удивляет почему так? потому что мы находим не тяжесть а наслаждение потому что мы находим не тяжесть а наслаждение, как говорил дай нам возможность отдохнуть то есть скажи Адам, чтобы мы прочитали намаз и помолились поэтому уже, братья и сестры найдите отдых в поклонении Аллаху найдите отдых в посте найдите отдых в посте Аллах нам чтобы каждый из нас, уважаемые братья и сестры алхамдуля читали таравих не так, чтобы это закончилось а именно, алхамдуля, с умирением чтобы получить наслаждение чтобы приблизиться к Аллаху и многие из нас братья и сестер хотели дожить до этого месяца Рамадана если посмотреть сахабы вся жизнь у них была с Рамаданом целый год они жили с Рамаданом как? до того, как наступал месяц Рамадан за полгода просили у Аллаху на Рамадан Аллах дай нам возможность дожить до месяца Рамадан когда заканчивался месяц они полгода просили Аллаху матьа каббаль ми на Рамадан О, Аллах принят нас Рамадан почему? потому что они осознавали вот эти великие люди с подзижника по славянам осознавали милость этого месяца маракат этого милости этого месяца дал их нам тоже прочувствовать осознать чтобы многие из наших близких хотели умерли не дожили до этого месяца выходили родителям близкие они бы хотели бы тоже сейчас у них есть сокровищем в этой дуне отрабатываются три петли которые смогут попросить варах после этого чтобы милость для них как звоночек от меску чтобы от доченьки от родителя моего родителя приходило кое-как помещать мне что мы делаем чтобы Аллах возрастал в степенях перед Севышным за такую хорошую познавательную лекцию наши дети наших родителей ученики вы очень благодарны все кто видели эту лекцию очень благодарна вам за это огромное спасибо что нашли время уделили это время еще раз повторю с чего начали искренне Аллах в Коране говорит я истадин аману истатуллаху акуну истатуллаху акуну истатуллаху акуну то что просит Аллах в этой дуне какое же надеяние это тот день когда искренним людям может быть да поэтому может быть много нас много может много сделать глаголы но Аллах примется поэтому когда примется сколько будет риска сколько будет боль столько будет славы ассалам алейкум а 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